Всем привет, с вами Блуд Линус, и сегодня мы дальше продолжаем играть в Кэт Леди. И, конечно же, извините, друзья, что я вам не показал, что было перед этим, так как мы договорили с той ненормальной психованной бабой, и она налила нам в глаза отбеливателя, ну и на лицо, можно сказать, тоже. Но это ничего страшного, потому что вы ничего практически не пропустили. И сейчас мы играем за кошку, как я понимаю. Что? Ух ты! Что я понимаю, так это нам надо ящик столкнуть просто вниз, точнее клетку. Отлично! Я надеюсь, с кошкой ничего не произошло? Все нормально? Ммм, это хорошо. У меня тут и своя кошка кричит уже. Так, куда мы идем? Слушайте, так, мы забираемся опять в нашу комнату, но... Не знаю, что мы должны кошкой сделать? Опа! Вот вы видите, кстати, обезображенное, обезображенное, точнее, лицо Сьюзан. И что я хочу вам еще сказать, друзья, Если вы смотрите это прохождение, то я хочу сделать его полностью атмосферным. Я не хочу шутить в такой игре, потому что тут смысла нету шутки рассказывать. Шутки ждите в инди-играх, в инди-хоррорах. Особенно, если они трешовые. Итак, куда это мы идем? Какая-то у нас кошка такая, немножко... Хе-хе-хе, смешная. Ну да ладно. Наверное, кошкой мы должны как-то путь себе найти какой-то. Эй, красавица. Я смотрю, моя старушка снова принесла отбеливатель. Какая жалость. Мне так нравятся твои глаза. У нас могло что-то получиться, нечто удивительное. Если ты понимаешь, о чем я. Она делает так каждый раз. Как там это называется? Проблемы доверия? Вот как. Может быть, ревность. Ну ничего, в море и без этого хватает рыбы. Кузя, блядь. Я не особо разборчив, но даже у меня есть стандартный. Я к тебе даже не притронусь. Скажу тебе честно, девочка. Видок у тебя хреновый. Но мне не хотелось бы, чтобы ты думала, будто бы я злой. До ужина еще уйма времени. Тебе больно, так что... Я тут принес кое-что. Может, положить конец твоим страданиям. Подумай об этом. Я принес тебе пистолет. Один из моих любимых, кстати. В обойме один патрон. Крупный калибр. Ты умрешь сразу, не успев почувствовать боль. Заманчиво, не так ли? Ну, я на тебя не давлю, это просто один из вариантов. А, конечно же. Ты его не видишь. Отбеливатель превратил твои глаза в кашу. И что же ты предлагаешь мне сделать? Он что, нас застрелит сейчас? Чертов ублюдок. Тогда я просто оставлю его здесь. Не стесняйся воспользоваться им. В конце концов, эта пуля все равно предназначалась для тебя. Ну, а я, пожалуй, пойду. Не хотелось бы, чтобы меня снова поймали с поличным, правда? Ах ты шалунья. Вот так вот. Доставляет нам пистолет. Что это было? Не можешь дотянуться. Ну, а чего ты ожидала? Жизнь порой обходится с нами жестоко. Ну, ничего, чувак. Я вылезу, конечно же, из петли. То есть не из петли, а закованных цепей. Что-то по-любому сделаю. Наверное, этой кошкой я что-то должен открыть или типа такого... Смотрите, у него есть винтовка, пистолет. Он какой-то явно заряженный чувак. Опа, ключ. Глотнуть. Отлично. Я надеюсь, не проглотил хотя бы. Так. Спокуха, ребятки. Он всего лишь пришел намазывать свое ружье. Я надеюсь, мы сможем... Ух ты, тихо, тихо, тихо. Аккуратно, обратно. Нам надо как-то проскочить через него. Но как нам это сделать? Возможно, он наклонится, да? И мы сможем пробежать. Или нет? Что же ты там рассматриваешь? А, все, отлично. Опа. Так, отлично. Кошка, я думаю, должна помочь нам в этом деле. Так, выбираемся же отсюда. Ну, как она смешно. Смотрите, прыгает. Ходит так тоже смешно. Черный кот. Черный кот. Так, теперь я полагаю, нам надо как-то ключ ей дать. Но как? Наверное, просто сбросить? Выплюнуть. А, ну да, она сама все сделает. Отлично. Что? Кто это? Мои глаза. Я не могу. Я не могу ничего увидеть. Ах ты, сука. Ключ? Кто ты? Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Теперь я могу открыть наручники. Отлично. Но мы же ничего не видим. Как же мы сможем отомстить? Как же мы сможем убить этих двух паразитов? Мы уже играем? Вы слышите, как мы ходим? О, пистолет. Пистолет нам нужно взять. Осмотреть. Как же мы осмотрим без глаз-то? Пистолет. Этот кретин оставил свой пистолет. Давайте возьмем его. Хотя бы это мы сможем... Нет. Нет, нет, нет. Я его уронила. Где же он? Где же это, черт побери? Так, спокуха. Все нормально. Все в порядке. Пол. Обыскать. Отлично. Есть. Теперь у нас есть пистолет. Я думаю, теперь мы сможем его убить. Но как? Как же нам выбраться? Я иду вправо. Ничего не происходит. Давайте влево. Но тут ничего не высвечивается. Неужели нам надо застрелиться? Неужели это было правда? Выстрелить себя. Вот блин. Ну ладно. В принципе, мы бессмертные. Нам ничего не должно грозить. Давайте. Извини, Митти. Мне придется нарушить мое обещание. О, боже. Ничего страшного. У нас есть. У нас есть все-таки бессмертие. Мы должны выжить. Мы должны... Что? Я умер? Неужели на этом игра закончится? Не может быть. Нет. Такого не может быть просто. Мы должны попасть сейчас в то место, там где мы в прошлый раз были. Ага. Смотрите. Отлично. Мы живы. Мы живы. Но где мы? Что это? Что это за плакаты? Где мы находимся? Неужели это новый вид? А вот и Митти, если я не ошибаюсь. Это же она? Надеюсь, вы не возвращаете против страшных постеров. Твоя же комната. Что хочешь, то и делай. Но это, безусловно, лучше, чем феи, радуги и розовые единороги. Это ты сама сделала? Нет. Мой молодой человек. Ну, какие-то из них, во всяком случае. Так, вот, мисс Эшвард. Так получилось, что в моей сумке есть бутылка вина. Я собиралась оставить ее Роберту, но я совсем забыла об этом. Роберту? Человек с крысами. Ах, да, конечно. Так что, выпьем тогда? Могли бы узнать друг друга получше? Я знаю. Я обещала не мешаться. То есть, вы не обязаны, если не хотите. Но сразу уж мы собираемся поужинать вместе немного, то почему бы нам не поболтать? Да, я думаю, что сойдет. Уверена, что тебе можно пить в таком состоянии? Да, почему бы и нет, я думаю. Супер. Я принесу вино. Возможно, друзья, я вам немножко сейчас растолкую ситуацию. Ох, черт. Это одна из тех бутылок с пробкой. Нам нужен штопор. У тебя есть штопор, мисс Эшвард? На кухне. Мне пойти достать его? Да, пожалуйста. И раз уж пойдете туда, может, возьмете еще пару бокалов? Ха. Мы в нашей комнате. Если я не ошибаюсь, да? Я был прав. Мы в нашей комнате. И это то, что мы сейчас видим, это происходило немножко раньше того, что у нас сейчас происходит. И сейчас, мне кажется, мы должны какое-то обещание дать Митси нашей. Но я не знаю, честно говоря, что мы должны сказать. Так, включатель. Включим на всякий случай свет. И войдем. Так, где же наш штопор и бокалы? Взять штопор. Вот они. Отлично. Так, сухое молоко нам не потребуется, потому что мы уже делали. В холодильнике, я думаю, бокалы не должны стоять. Использовать молоко нам оно незачем. Буфет, чайник. Где же у нас бокал? А, вспомнил. Бокалы у нас... Сейчас я вам покажу, где у нас... Так, выключить. Бокалы у нас в шкафу. На кухне они не хранятся, по идее, да? Так, выключатель. На всякий случай включим. Взять фужеры. Фужеры. Один для меня, один для Митси. Отлично. Ну что, у нас все есть. Все, что нам нужно, чтобы выпить вина. Двум... Интересным дамам. Точнее, девушкам. Ну, одной даме, одной девочке. Девушке. Так, поговорить. Ну что, вы нашли уже штопор? Нам еще понадобятся бокалы для вина. Да, я нашел. Нашла. Штопор. Использовать. Возможно, надо отдать это Митси. Отдать. Вот, давай откроем бутылку. Да, но нужны фужеры. Фужеры. У нас еще есть что-нибудь подходящее? Конечно же. Отдать. Получилось найти несколько. Отлично. Теперь у нас есть все, что нужно. О, мисс Эшвард. Мне, правда, надо сказать, перед тем, как мы начнем. Да? Обещаю, я не перережу вам глотку. Да вы уснете. Очень смешно, Митси. Нет, нет, я серьезно. Отлично. Просто, чтобы ты знала, я всегда сплю с открытыми глазами. Так, ну что? Ух ты. На балкон залезла. Так, буква Р, хочешь о ней поговорить? О, дождь кончился. Как ты планируешь найти этого парня? Еще не знаю. Немного детективной работы, наверное. Это должно быть несложно. Только восемь квартир, одна из них ваша, остается семь. Вообще-то я надеялась, что вы мне поможете. Вы же знаете некоторых ваших соседей, так? Немного. Они никогда особо не волновали. Они также менялись с течением лет. Возможно, ты уже успела понять то, что это не то место, где соседи встречают с хлебом и солью. Видишь новое лицо, уступаешь ему лестницу в подъезде и забываешь о нем через минуту. Все плохо тогда. Но тут есть этот лысый парень, который живет надо мной в квартире 6, номер 6. Недавно он подходил орать на меня. Он жестокий человек, но я не думаю, что это человек, которого ты ищешь. А кем он работает? Думаю, он машинист поезда. Не могу представить, чтобы мой человек был машинистом. Окей, это хорошо. Остается только шесть. Еще знаете кого-нибудь? Надо подумать. Знаете, давайте не сегодня. Поговорим о чем-нибудь другом, ладно? У меня много времени, не надо спешить. Может, завтра мы сядем и будем думать? Я могу нарисовать простую карту зданий с вашей помощью. Еще пометить всех, кто живет здесь. Меня устраивает, Митси. Так, буква R, хочешь о ней поговорить? А какой букве R она имеет в виду? А ну-ка. Ну, если честно, я не хотела рассказывать вам об этом таким образом. Знаю, я поставила вас в очень тяжелое положение. Просто мне очень нужна была эта комната, надеюсь, вы поймете. Это последняя, самая важная вещь, которую я должна сделать до того, как все время мое выйдет. Ничего, ты в порядке. Только... Мне тяжело доверять людям сейчас. Может, пора открыть глаза, чтобы увидеть, что и у других есть проблемы. У некоторых вроде тебя проблемы даже больше, чем у меня. Что за рак? Мне можно спрашивать? Рак мозга. Его зовут Глеобластома. Ее? Ага. Это все девочки, как по мне кажется. Только послушайте, как их зовут. Лимфома, меланома, миелома, лейкемия, саркома. Каждая из них охуенная богиня смерти, красивая и безжалостная. Кстати, в прошлый раз я думал, это лейкемия. Может, ты и права, Митси. Я была медсестрой, знаю кое-что про рак. Ух ты. Я знакома для Глеобластомы, она настоящая, сука. Да, однако она будет королевой баллой еще до того, как настанет ночь. А я тем временем буду уходить. Сколько? Они сказали, что у меня был год. Но это было шесть месяцев назад, так что... Да, не сильно много. Еще шесть месяцев. Может... Нет, они пытались. Мне жаль. Ага, мне тоже. Хотите поговорить о чем-нибудь другом? Ох, дождь кончился. Ох, ладно, ничего не имею против дождя. Иногда он мне даже нравится. Но если верить прогнозам, мерзкий туман на подходе. А вот его я вообще боюсь. Я однажды потерялась в тумане, мне было 9 или 10. Я помню, как я села под деревом, плачет. Думаю, что монстр появится передо мной и утащит меня. Но теперь ты большая девочка и знаешь, что монстров нет. Да? Откуда вы знаете? Я никогда не видел ни одного... Никто не видел. Монстры — это только мы, убийцы, насильники, поджигатели. Может, и так поверю, когда увижу. Давайте вот это. Второе. Монстры — это только мы, убийцы, насильники, поджигатели. Вот они, настоящие твари. Они настолько далеки от человечности, что больше не могут ощущать от страдания и вину. Вот их и надо нам бояться. Неважно, скрываются ли они в лесах, в тумане или в тьме наших подвалах. Ты не можешь предсказать, что произойдет. Ты не можешь ничего сделать, чтобы остановить их. Есть только один путь. Самому превратиться в зверя. И быть безжалостным, как они. Вау, что это было, мисс Эшвард? Просто я не люблю убийц. Они ничто. Только паразиты. Ты упомянула своего парня. Расскажи о нем что-нибудь. Да ладно, давайте поговорим о нем. Его зовут Джек. Он мертв. Ух. Мисс Эшвард, вы уверены, что вы хотите послушать о моей несчастной жизни? Не хочу вас расстраивать. Это не счастливые сказки. Я не фанатка счастливых сказок. Уверена, ты это уже заметила. Наверное. В любом случае, думаю, мне бы пришлось вам рассказать о Джеке рано или поздно. В конце концов, он главная причина, почему я здесь. Я просто не знаю, как начать. Расскажи, где вы познакомились. Ох, мы знали друг друга всегда. Мы выросли на одной улице. Забавно. Мы были просто созданы друг для друга. Идеальная пара. Всегда знала, что он был создан для меня. И я уверена, что он даже в этом не сомневался. Джек сходил с ума по мне. Мы думали, что однажды мы поженимся, заведем детей и будем счастливы. У меня никогда не было много друзей, потому что у меня был Джек. Никто больше мне не нужен был. Знаете, если уж есть вещь в моей жизни, за которую я действительно могу быть благодарна, так это за возможность ощутить чистую и идеальную любовь. Некоторые люди проживают всю жизнь, ни разу не испытав этого. Думаю, мне повезло. Но любая удача заканчивается когда-нибудь. Как он воспринял новости о твоем раке? Сначала он решил, что я шучу. Он смеялся, потом очень разозлился. Я поклялась ему, что я была серьезна, но он все равно мне не верил. Тогда мы очень сильно поссорились. Это была наша первая и последняя ссора. Но она была ужасной. Он кое-что разбил свою гитару. Это было хуже всего. Он любил эту гитару. Зачем он ее разбил? Он был в ярости. Он ушел от меня в ту ночь, и когда на следующий день вернулся, он был другим. Он умолял меня попробовать операцию или химиотерапию. Я не хотела этого. Но я попробовала химию ради него. Не помогло, только теперь я стала все время чувствовать нехорошо. Я почувствовала себя в ловушке, в этом странном месте, где все казалось ненастоящим. Может, поэтому я не видела, что мой рак делает с Джеком? Он его разрушал. Ну, он его разрушал, да. Да, он изменился. Он стал помешан на смерти. Выглядело все так, как будто бы он только о нем и думал. Хотя вроде как должна была умереть я, а не он. Как он умер? Как умер Джек? Он был очень отстраненным до этого. До того. До того, как он умер. Я не знаю, что он искал. Не думаю, что это... Что он знал. Что он это знал. Но в конце концов, оно само нашло его. Или скорее, он нашел его. Знаете, в сети есть форумы обо всем. Только люди. Можно рыбалка, компьютерные игры, лошадки, изартные игры, зависимости. В общем, все. Однажды Джек накнулся на форум от суицидия. Там был один парень, звал себя Глазом Адама. Он странный бог на форуме. Сранный бог, точнее. Это что-то типа клуба для несподобных на самоубийство. Неспособных. В большинстве своем люди так... Иногда очень помогает знать, что... Короче, люди, которые не могут, да, справиться и хотят, типа, покончить, им помогают. Но Глаз Адама — это адвокат смерти. Он разбирается в людских слабостях. Его работа в том, чтобы подсадить идею, дать им причину умереть и рассказать, как это сделать сразу и быстро. Джек проглаголил... Еще до того, как он понял, что ему полностью промыли мозги. Однажды он сел передо мной и попытался объяснить его идеальное решение. Сценарий а-ля Ромео и Джульетта. Мы были рождены, чтобы вместе умереть друг за друга на руках. Задумывалась, как быстрый и гарантированный способ умереть без шансов на спасение. Все благодаря Глаз Адама, который создал средства для идеального самоубийства. Он рассказал мне это просто. Все, что нам нужно, это два легкодоступных химиката. Всего они дают газ, незапрываемый сероводородом убивать за пару минут. Разумеется, я сказала ему, чтобы он ебнулся, но он так просто не сдавался. Он уговаривал меня, потом молил, в конце концов, стал орать на меня. Я поняла, что это была его сумасшедшая идея о современном романе. Это было уже слишком вульгартно, и я просто не хотел... В конце концов, он заявил, что он все приготовит и будет ждать меня в нашем особом месте на рассвете. Пять утра, не опаздывай. Это его были последние слова мне. Его слова словно ветром сдуло. Я рыдала часами, думая, что такого я не заслуживаю. Это человек, который любил больше всего на свете. Пару раз я даже пыталась убедить, что он прав, и, возможно, я должна была это сделать, но я просто не могла. Это все ужасно, конечно. В конце концов, я заснула. Я не хотела. Моя голова раскалывается. Я очень устала. Внезапно я проснулась. Я видела, что солнце встает за окном. Было почти пять. И в панике я вышвырнула себя из постели и выбежала за дверь. Я должна была его установить. Я должна была добраться туда, пока не поздно. Но еще в спальне, даже до того, как я вышла, я знала, что это уже поздно. Когда я пришла на наше особенное место, его уже было светло. Раньше мы часто ходили туда пить вино, иногда мы курили травку и слушали Пинк Флойд, иногда занимались любовью в машине Джека. На этой старой парковке не было ничего особенного, но для нас она была особенным местом. Она была совершенно заброшенная. Там была тихо, спокойно и безопасно. Но после того дня, больше никогда не ходила туда. Так, мы играем сейчас с ею, да? Давайте посмотрим, что же было в тот момент, как же он умер, что же произошло. Конечно, это очень печальная история. Друзья, если у вас у кого-то такие проблемы, никогда такого не делайте. И вот она машина Джека, да? Газ. Не заходите внутрь. Туман. Мне так жаль, теперь я понимаю. На окнах машины были знаки? Знаки предупреждения, да. Я узнала на форуме, что глаз Адама не хочет случайных смертей, так что он запустил свой дизайн, чтобы люди могли не напечатать. Выяснится, что за всем этим стоит целая больная аудитория. Пары из машины могут навредить любому, кто откроет дверь. Но не в этом суть. Идея состоит в том, чтобы умереть по своей воле и с чистым сердцем. Приготовиться к этому, принять это. Господи, подумай, полиция бы расследовала все это. Звучит как секта. Этот парень знает, как прятаться. Полиция не будет так стараться. У меня заняло три месяца, чтобы его найти. Теперь, когда я подобралась к нему, уже почти... Я могу унюхать этого отморозка, так вот кого она ищет. Мне так жаль, теперь я понимаю. Он так тебя любил, но не мог вынести жизнь без тебя. Этот парень, глаз Адама, неудивительно. Я не удивлена, что ты его хочешь найти. Я бы точно хотел. Не уверена, что я хочу верить в это, но... Ты хочешь поговорить с ним об этом? Это не мое дело. Не знаю, что бы я на твоем месте сделала бы. Рада это слышать, но я действительно хочу поговорить. Хочу увидеть лицо убийцы Джека и сказать ему, что он сделал со мной. Знаете, забавно, но он вообще сказал мне, где он живет. Он хочет встретиться со мной, хочет поверить в это. Как это? То, что делается, называется троллингом в интернете. Как правило, это форма жестокого запугивания и психологической жестокости. Те, у кого хватают мозгов, просто говорят, не кормите тролля, не разговаривайте с ним, иначе все усугубится. Ну да. Глаз Адама не исключение, он жаждет внимания. Он голодный тролль, который хочет сожрать столько сердец, сколько сможет. Так что я написала ему, что я его фанатка, которая обожает его работу. Сначала он верил. Но тролли всегда голодные, я была готова подать ему блюдо, достойное короля. В смысле? Я скормила ему столько дерьма, что он действительно поверил, что я проповедник суицида, прямо как он. Супер. Хотела бы я, чтобы он дал номер своей двери. Это все та больная игра, в которую он играет. Рано или поздно я найду его. Что за два химиката? Насколько силен этот газ? Крайне смертелен, как выяснилось. Убивает в течение пары минут. Знаете, эта зловещая шутка пахнет тухлыми яйцами. Большой концентрацией он сможет вырубить даже слона. Что за два химиката? Но я не уверена, что вы хотите это знать. Я поняла. Ты не хочешь мне говорить, потому что я ебнутая суицидальная маньячка, так? Нет, мисс Эшвард, нет. Я это не имела в виду. Ладно, может для ясности. Давайте заменим маньячку на жертву. А ебнутую на больную. Вы же только что вернулись из больницы. Чтобы вас не заставило пойти на самоубийство, вы доказали, что вы способны пройти через это. Я даже, не знаю, прошло достаточно времени, чтобы вы не сорвались. И уж тем более, я не хочу давать вам повода глубоких идей. Это значило бы поступить так же, как от глаз Адама. Я бы никогда не простила, если с вами что-то произошло. То есть, как я могу. А что, если я тебе пообещаю? Ок, ладно. Так, вот мы что дали. Но если вы не сдержите обещания, мисс Эшвард, я найду вас в аду и поколочу вашу лживую задницу за мое разбитое сердце, которое уже и так разбито. Ты не сможешь поколотить мою задницу, пока я мертва. Я тоже скоро уж умру, мисс Эшвард. Так что да, я клянусь, что сделаю это. Вот что она дала ей за обещание. Она дала ей... Ты попадешь в рай, глупышка. Она дала ей обещание, что она никогда не умрет. Умрет снова. Рецепт. Любая хозяйка мигом его приготовит. Итак, мы будем готовить газ. И мы выздоровели. Точнее, мы же бессмертны. И что, друзья, я вам хочу сказать. Эта серия, конечно, получилась, можно сказать, только в одном месте, но мы узнали всю историю. Это очень было интересно. Что я скажу? Сейчас мы приготовим яд. И, наверное, в следующей серии мы убьем этого. Точнее, не этого, а двоих этих чуваков, больных психов. Так что, если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь обязательно на канал. С вами был Блуд Линус. И всем пока.